30 декабря исполняется ровно 100 лет с момента подписания союзного договора о создании Союза Советских Социалистических Республик. Это историческая дата, причем это очень важная веха в истории нашей страны, и я, собственно, не боюсь этого выражения, всего человечества. Поскольку создание Союза СССР резко изменило соотношение сил на международной арене и послужило толчком к очень-очень серьезным и важным историческим процессам. Дело в том, что мы обычно, когда говорим о Советском Союзе, о Советском периоде, мы смотрим на один аспект его существования. Тут можно говорить о внутренних проблемах, но есть еще международный аспект, о котором мы еще немножко поговорим. Если говорить о внутренних аспектах, то создание Советского Союза оформило национально-государственное устройство вновь созданного Советского государства. И если говорить о тех процессах внутреннего характера, которые получили могучее, мощное развитие во времена Советского Союза, то всему этому, естественно, дала изначальный толчок Великой Октябрьской социалистической революции, который руководили большевики во главе с Владимиром Ильичем Ильином. И должен сказать, что эти процессы, ну, очень быстро начали реализовываться. Ну, вот смотрите, впервые в мире достигли именно большевики, приняли очень важные решения в плане женского равноправия, равноправия всех граждан, в плане социальных гарантий для работающих. Причем, ну, вот я один простой пример приведу. В ФРГ только в 74-м, что ли, году были приняты изменения в законодательстве, которые отменяли ограничения на работу женщин. Ну, если вы не домашнее хозяйство, а работа там на предприятиях, в организации, до этого женщина должна была получать на это согласие мужа. Это допускалось только в тех случаях, когда это не мешало исполнению ее семейных обязанностей. Ну, я думаю, что приверженцы патриархальщика такой вот, наверное, со мной не согласятся, но это очень важные моменты, которые дали возможность развиваться советскому обществу. Были приняты меры по ликвидации, как тогда говорили, безграмотности. Ну, собственно говоря, по разным данным, до 80% населения России были неграмотны. Естественно, ни о каком развитии страны, быстром, решительном, серьезном развитии, говорить было невозможно. И вот еще до образования СССР на съезде Российской коммунистической партии большевиков была принята программа, где, в общем-то, были намечены те три момента индустриализация, кооперация сельского хозяйства, культурная революция, которые потом, в годы 20-30-е годы, в годы, как говорят, старецких метилеток, были реально воплощены в жизнь. То есть, это, мол, теоретическое обоснование, так сказать, было дано до начала, до создания Советского Союза, а практическая работа началась тогда и достигла своей кульминации в годы первых пятилеток. Причем, ну, темпы были и до создания Советского Союза уже достаточно большие, я имею в виду 22-й год, только-только окончилась гражданская война. И дальше страна развивалась невиданными темпами. Ну, вот, сторонники монархизма и прочих вещей рассказывают, что вот, царская Россия развивалась быстрее всех в мире, потому что такое, в таком же духе. Но даже если взять, вообще-то говоря, по данным экономистов совершенно нереалистичные темпы в 13% в год, которыми неакомо развивалась промышленность царской России перед Первой мировой войной, то, собственно говоря, это все равно несколько раз ниже, чем вдвое ниже средних темпов, которыми реально развивалась советская экономика перед Великой Отечественной войной. Так что был дан гигантский толчок. Ну, если говорить конкретно об образовании Советского Союза, то, естественно, создание, воссоздание единого государства, собственно, рассыпавшегося в 1917 году до приходок власти большевиков, воссоздание очень серьезно способствовало и экономическому, и культурному, и социальному развитию, потому что, как известно, когда объединяют силы и работают сообща, все усилия, так сказать, груди стеряются. И я даже не буду, наверное, какие-то подробности приводить, они, в общем-то, всем известны. И не просто всем известны, а всеми, я бы сказал, подавляющее большинство общества, целиться. Это признается даже сейчас казенной пропагандой, которая, несмотря на отказ официальных властей, ну, как бы это сказать, праздновать, отмечать официально годовщину юбилей Советского Союза, все же выпустила в эфир несколько, ну, относительно объективных передач. То есть отрицать достижения Советского Союза, ну, просто очень сложно. Можно говорить там о том, что будто бы в СССР производили только галоши, но, к сожалению, или к счастью, эти вот странные высказывания, тем же лицам, которые их делают, приходится фактически опровергать уже там в очень скором времени. Я только отмечу, ну, как вехи, что ли. Конечно, это Великая Отечественная война. Конечно, это космос. И, конечно, это очень серьезные сдвиги на международной арене. Конечно, мощь Советского Союза под конец его существования была такой, что, в общем-то, с ней спорить было очень-очень сложно. Практически даже, я бы сказал, невозможно. Но я возьму другую сторону, еще раз, если брать успехи. Понимаете, вот сейчас очень многие, даже люди объективные, доброжелательно настроенные, говорят, ну вот, да, конечно, было уверенность завтрашники, вот это я тоже еще раз подчеркиваю, что именно социальная стабильность, социальные гарантии, это было то, чего добился наш народ еще, собственно, сразу после Великой Октябрьской революции. Ну вот, говорят так, ну вот социальные гарантии были, стабильность, но была нищета, или, по крайней мере, бедность. Так вот, бедность и нищета нужно сравнивать с чем-то. По данным Центрального разведывательного управления США и Международного валютного фонда, в 88-м году уровень жизни в Советском Союзе составлял 45% от США, уровня жизни в США. А если сравнивать с Европой, то это где-то в среднем было процентов 65-70, а если про южные, страны южной Европы, это гораздо выше. Ну, сказать, что это какая-то нищета, просто нечестно и неправильно. Если же другую большую группу проблем, которые я пытаюсь в нескольких фразах рассмотреть, это влияние Советского Союза своим примером, вот то, что я говорил, что достигнуты были, достижили такие вещи, которые страны западные, ну, только после войны, иногда даже, совсем даже не сразу после войны, через долгое время, я имею в первую игру в войну, достигли, то это, благодаря выполнению партийной программы, советские трудящиеся получили, в общем-то, практически сразу. И это сыграло огромную роль в том, о чем, ну, вот на что обычно не обращают внимания. Дело в том, что пример Советского Союза сыграл очень большую роль в политике крупного капитала, крупного капитала капиталистических стран. Ну, я приведу пример, о котором, в общем-то, ну, в России, да и вообще без ее предела немало кто вообще знает. Швеция, которую рассказывают, как там, витриево шведского социализма, должен сказать, что в Швеции понятия не имеют, что у них там шведский социализм, этот термин изобретенный, применяется не ими. В Швеции, в 20-х годах стояла на пороге социалистической революции. Там прошло несколько мощных всеобщих забастовок и руководящий роль, в которой играли местные коммунисты. В отличие от ряда других стран, там социал-демократическая партия перешла на коммунистические позиции. И шведская буржуазия, как я понимаю, самая верновидная в мире на тот период, еще до, по-моему, еще до Великой депрессии, провела совещание, собрались все представители крупных монополий и приняли решение, что давайте мы постараемся избирать повторение того, что было в России и дадим трудящимся те социальные гарантии, которые они сейчас уже имеют в России, в Советской России. И вот эта политика сыграла большую роль в Швеции с точки зрения роста жизненного уровня трудящихся и так далее. С точки зрения, конечно, победы социализма в этой стране эта роль была совершенно отрицательной. Но этим примером воспользовались и во многих других странах. Собственно, даже в США вот этот новый курс Росвенда, который, так сказать, взаимствовал какие-то элементы. В результате жизненный уровень трудящихся капиталистических стран стал намного выше и рост гораздо быстрее, чем это было до Первой мировой войны. То есть Советский Союз задал очень высокую планку, которые вынуждены были, ну, как-то придерживаться. И, опять же, с другой стороны, когда Советского Союза не стало, то есть после 1991 года началось наступление капитала на социальные гарантии в той же, кстати, Швеции и во многих других западных странах. И сейчас это встречает нарастающее сопротивление трудящихся. Как же получилось, что Советского Союза не стало? Ну, тут очень, я не знаю, очень долго надо объяснять, рассказывать. И, в конце концов, этот вопрос еще, наверное, и учеными, как следует, не изучим. Но главный момент это... Неоднократно мне приходилось и за убежными коммунистами, я там живу на тем, себя с товарищами. Главный момент заключается в том, что, ну, если в двух словах, нарушилась обратная связь между руководством и широкими массами. То есть нельзя сказать, что я не был совсем. Ну, вот я работал, так сказать, в советской бюрократии, и могу сказать, что в этом плане она была, ну, я не знаю, в сто раз отзывчивой и современной. То есть там реально вопросы, которые ставили трудящиеся, реально решались. Но решались они не так оперативно, не в том объеме, в каком хотелось бы, и на их решения, ну, какие-то широкие массы, даже партийные массы, часто не имели существенного влияния. Эти проблемы накапливались, что в конечном счете привело к постепенному разложению политической системы, государственного парата. Началось оно еще до, значит, Горбачева. Конечно, его заслуга, так сказать, отрицательная, разваля Советского Союза Велика, но не надо все на него свалить. Это началось за десятилетия до него. И вопрос, который вот поднимают в России на самом высоком уровне. Вот Ленин там, значит, заложил бомбу от СССР, атомную бомбу, просто бомбу. И к этому возвращаются вновь и вновь. И мы здесь тоже возвращаемся к моменту создания СССР. Да, были широкие дискуссии в партийных кругах, в советских кругах, о том, как же все-таки построить взаимные связи и вертикальные связи в будущем Союзе. Ну, об этом говорили, писали в советских учебниках, и много говорили потом, и даже говорят сейчас. Вот там у Сталина была одна концепция, а у Ленина была там другая. Но если посмотреть, честно говоря, чего мало кто делает, те же самые работы Сталина, который был вообще-то народным комиссаром по его национальности и занимался непосредственным вопросом, это была его сфера ответственности, то разница во взглядах Ленина и Сталина на самом деле не столь уж и велика. И если уж на то пошло, тот Союз, который был создан и который реально существовал, это, в общем-то, притворение сталинских планов. Если говорить о том, что вот, да, вот оно было там, унитарное государство, вот оно, так сказать, не распался бы, как говорят и доброжелатели, не развалился бы Советский Союз, но вообще-то говоря, унитарное государство существовало до 2017 года, и вот оно как раз и развалилось. И когда там говорят, вот там какие-то происки, там, не знаю, англичан, там, кого-то еще немцев, развалилось, это унитарное государство очень быстро или развалилось, а то в течение, там, буквально, если брать исходную позицию, это развалилось в течение недели. То есть вот это напряжение, которое накапливалось, оно просто прорвалось. Поэтому унитарное государство – это не выход. Ну вот, и сейчас говорят, вот давайте потом автономию все распустим. Есть такая точка зрения, особенно, по ходу, Жириновский ее продвигал. Есть один очень хороший пример, ну, я бы сказал, хороший, как, он, конечно, отрицательный, но хороший с точки зрения, вот, как показательный пример. Это Каталония. Там при Франко ликвидировали не то, что автономию. Там вообще запретили употребление каталанского языка в быту. Вот мне рассказывали, что, там, ветераны, что на улице заговорил по-каталански, приходит, значит, там, гвардия Севиль, гражданская гвардия, и в лучшем случае тебя просто побьют, а в худшем еще и в каталошку отправят. И, может быть, даже надолго. Ну и что это привело к чему? Это привело к тому, что, когда вот эта система рухнула, автономия пришлась восстановить. И восстановить она стала гораздо более широкой, но многих это не удовлетворило, и там постоянно трясет эту вот провинцию. Постоянно на грани, так сказать, какого-то взрыва. То есть, автономия – это как раз вариант развития национального языка, национальной культуры. Ну, о чем, кстати, говорил В.С. Сталин в своем выступлении на съезде партии в 21-м году, до еще создания Советского Союза. Если же говорить о том, как была, так сказать, советская государственность построена, то, в общем-то, изначально там было четыре союзных республики. РСФСР, Закавказская федерация, в которой в страны входили три советских республики – Армения, Грузия, Азербайджан, Украина и Белоруссия. Туркестан входил как автономный СССР в состав Российской Федерации, РСФСР. Это уже потом, в конце 20-х, 30-е годы, произошло национальное территориальное размежевание, как это тогда называли, и были образованы Союзные республики Средней Азии и Казахстана. Да, вопрос о границах, вот как сейчас националисты российские часто обсуждают, вопрос о границах был, конечно, очень сложный. И сразу их провести достаточно четко было, ну, скажем так, сложно. Там были какие-то методики проб и ошибок. Ну, вот, например, взять Украину. Создателем Украины является не Владимир Крещенков, он является создателем Советской Украины, ну, как, собственно, и всей Советской страны. А создали украинские националисты, которым в 17-м году, в 17-м году, временное правительство дало очень широкую автономию, вплоть до создания национальных частей, и солдаты, военнослужащие российской армии имели право покидать свои части, украину, Украину, для создания национальных украинских частей с оружием. Ну, а дальше, что было дальше? Украина, вот эта так называемая Украинская народная республика, антисоветская, она объявила о проведении границ в соответствии с переписью населения 1897 года. Я думаю, мало кто знает сейчас, но единственная перепись населения, проведенная при царе Принкалае II, включала в себе вопрос о принадлежности, ну, как там говорилось, я, честно говоря, не помню сейчас формулировку, ну, короче, там выделялись великорусы, малорусы и белорусы. То есть, в перепись населения учитывалась национальность, вот эта национальность учитывалась. И учитывались вот эти национальности, наличие которых сейчас, например, многие в нашей верхушке отрицают. Вот тогда даже царь Батюшка признавала. И вот в совместии с этими итогами переписи, которые были, собственно, опубликованы, находились в открытом доступе, Украинская народная республика, так называемая, заявила претензии на Белгородскую область, на Кубань, значит, какая там еще область-то соседняя, значение на территории соседних, прилегающих областей. Почему? Потому что там по переписи большинство населения составляли малорусы. Они сами себя относили, там спрашивали по, так сказать, собственному ощущению. И в результате, когда вот сейчас говорят, вот там, значит, Донбасс там, в Донбассе по результатам этой переписи 70% малорусы составляли. Понимаете, по идее его надо было отнести. Но на практике это не так все просто. И вот, например, Таганок, который изначально включен в состав Украины, был в 1925 году передан в состав РСФСР. Какие-то еще из них границ проводили. Ну, там, если брать границу, если брать территории, гранищащие с Казахстаном, то, например, в Астраханской области есть отдельные районы, где Казахская церковь составляет большинство, низкие казахи. Значит, есть регионы, прилегающие к российско-казахстанской границе, где, ну, вот, в 1991 году большинство составляли русские, белорусы и прочее, и прочее. То есть, эта граница уточнялась в течение нескольких даже десятилетий. И, в конце концов, она устоялась, и, наверное, двигать ее, так сказать, достаточно сложно. Вот националисты российские, ну, и все других республик, они вопрос ставят периодически, а кто кого кормил? Вот Россия там кормила всех, или там, не знаю, Украина кормила всех, какая-нибудь, а иногда даже, что Прибалтика всех кормила. Но, на самом деле, это был единый хозяйственный организм, где существовал не единый народно-хозяйственный комплекс. Там, ну, вот, те же националистические настройки экспорта запустили там очень какой-то странный документ, где были приведены почему-то в долларах, а не в рублях, хотя рубли и перехождение на всей территории не только СССР, но и в постсоветских государствах, даже в Прибалтике в начале 90-х годов, там, в этом документе показано, вот, как там, значит, грабили Россию. Ну, во-первых, это совершенная чепуха, есть данные официальной статистики, которые тогда не врал. Во-вторых, есть одна деталь, которая, ну, все это, так сказать, начисто перечеркивает. С одной стороны, во всех странах есть дотационные регионы, есть регионы-доноры, и, в общем-то, иначе просто не получится. Причем, ну, допустим, даже однородность этнического состава, она, собственно, ничуть не мешает тому, что существуют дотационные регионы и существуют регионы-доноры. Ну, вот, взять Центральную Россию, там, значит, регионов-доноров немного, в основном они дотационные. Ну, так вот, это условия существования единого государства, федеративного, унитапа, как угодно. Если же говорить о дотациях, как таковых, то, понимаете, здесь есть и другая сторона, о чем я уже рассказал. Вот, например, дотационные узбекские СССР. Да, дотационные. Там выращивался рыхлопок, который поставлялся, ну, в основной переработке в России, в РСФСР, на этом хлопке. Ну, и, в первую очередь, легкая промышленность Российской Федерации, РСФСР. Как только после Беломирских соглашений Среднюю Азию и, в частности, Узбекской ССР вытолкнули пингами из Союза, это было именно так, они не хотели куда уходить. Случилась такая штука, что по инициативе, кстати сказать, Ельцинской России была зачем-то ликвидирована рублевая зона. Опять же, бывшие советские республики из этой рублевой зоны, в принципе, выходить-то не хотели. Даже Прибалтика первый год не вышла. Нет, вот, по совету друзей, то бишь Гайдара и прочего, рублевая зона была ликвидирована. И получилось, что в экономическом смысле слова уже Средняя Азия стала для России за границей. Ну, а раз за границей, значит, мировые цены. И сначала, во-первых, с самого начала торговали по мировым ценам, которые были в несколько раз выше, чем внутренние цены, по которым, татированные, кстати, цены, по которым они поставляли на советские поставлять. Нашлись иностранные покупатели, которые начали, которые заправили все на кармане и забирают сейчас. В результате легкая промышленность России рухнула. Что-то от нее, конечно, осталось. Но я вам могу сказать, что у меня по соседству, где я живу, находилась фабрика, я не первого мая, но этой фабрики больше нет. И не стало ее как раз в начале 90-х годов. И то же самое происходило с десятками декстильных предприятий. То есть, с одной стороны, вроде бы дотации, а с другой стороны, решимость части промышленного производства, вообще производства Российской Федерации. То есть, если посчитать, то получается, что ущерб от ликвидации, фактической ликвидации, ну что-то они там, конечно, производят еще, легкой промышленности России больше, чем те дотации, которые выделялись в Пахстану. И вот так было везде, во многих областях, во многих сферах жизни. И вообще, я тут не буду, так сказать, усложнять все и рассказывать людям далеким, так сказать, от экономической теории, что вот есть такое понятие, как объем рынка и прочее. Но дело в том, что такое, говорить можно об этом не говорить, но такое понятие есть. И смысл в том, что какое-то производство дает прибыль только если его можно, полученные изделия можно сбывать в каких-то определенных масштабах. И причем, чем больше такие масштабы, тем это выгоднее. Ну вот получилось, что рынок и у российских производителей, и там у других союзных республик, резко сократился. Просто, понимаете, одно дело, когда вы поставляете не в рамках своей собственной страны, а другое дело, когда вы поставляете каким-то, ну пусть даже очень-очень дружественным странам. Там уже все-таки табачок в росте. Ну и если взять в расчет, извините за тавтологию, в расчеты экономистов, причем вполне приличных, которых я, так сказать, высоко ценю, то получается, что объем, ну как сейчас принято говорить, ВВП, именно из-за разрыва хозяйственных связей между республиками СССР, упал наполовину. Вот буквально наполовину он упал только из-за этого фактора. Так что вопрос о том, что с экономической точки зрения существование СССР выгодно нашим странам, нашим народам, это, в общем-то, как бы тоже и не подлежит сомнениям. Ну, в конце концов, если взять Евросоюз, вот как, выгодно было им объединение или невыгодно капиталистам? Наверное, выгодно, иначе бы его не было, этого объединения. Так что здесь экономическая интеграция – очень важный момент. Ну, и мы теперь переходим, ну, фактически, к одному из завершающих моментов моего сегодняшнего выступления. Это насчет восстановления Союза. В восстановлении Союза нужно сказать несколько слов сначала о том, как он был ликвидирован. Ну, про Белорусское соглашение, собственно, все знают. Не все знают, что, судя по мемуарам участников, собственно говоря, вообще-то инициатива была господин Дельцына. В общем-то, несмотря на все, значит, какие-то разногласия и страшные ставления к суверенитету, ни руководители Украины, ни руководители Белоруссии вообще-то не собирались разрывать отношения, значит, не собирались ликвидировать Советский Союз, и, соответственно, это настояло. Вот ему нужна была такая, вот знаете, полная независимость, полная суверенитета. А остальные республики, собственно говоря, даже и вообще не спрашивали, вот кроме этих трех. И дальше получилась вот такая история. Комитет Конституционного надзора РСФСР, это вот сейчас функцию выполняет Конституционный суд, немедленно рассмотрел Белорусское соглашение и признал его антиксессорность. То есть, смотрите, как получается, не только референдум, ну, общего такого характера, да, который прошел по всей стране 17 марта 1771 года, но и Конституционный суд конкретно уже Белорусское соглашение рассмотрел и признал его антиксессорным. Ну, там, не скажем, что очень длинный перечень, но юридическая казуистика там, конечно, очень приличная. В общем, смысл такой. Союзный договор прекратил существование с принятием Конституции СССР первой в 1924 году. И это означает, что вот эти три республики, которые подписывали, кстати, Закавказская Федерация уже не существовала, и не приглашали, да. Вот эти три республики, РССР, Белорусская ССР, Украинская ССР, собственно, никаких особых прав не имеют. Они, так сказать, в общем ряду со всеми остальными республиками. Не говоря уже о том, что вообще-то этот вопрос должен был решать все снародные депутаты СССР. Он вообще не состоялся и, в общем-то, не решал ничего. Он не решил. Решение такого съезда народных депутатов СССР не приняло. То есть юридически, и это зафиксировано постановлением Государственной Думы Российской Федерации, Главерское соглашение является ничтожим. Что это значит? То есть оно не имеет никаких юридических последствий. Ну и мы переходим к моменту, который сейчас многие обсуждают, это то, что юридический Советский Союз продолжает существовать. Ну, я бы сказал так. Понимаете, да, он юридически продолжает существовать. Но, как говорил Владимир Ильич Ленин, который вообще-то был и не просто юрист по образованию, но и, в общем-то, великий государственный деятель, право есть ничто без аппарата, способного приглуждать в соблюдении норм права. Это полностью относится и к Советскому юридическому существованию Союза, который, в общем-то, является лишь предпосылкой для его фактического восстановления. И тут, понимаете, ну, не будут нынешние власти, там, в России и в других цепубликах, не будут они, испугавшись почему-то собственной нелегитимностью, нерегитимностью, не будут они добровольно отдавать власть каким-то органам, ну, которые, вообще-то говоря, ну, вот сейчас много таких существует, которые, в общем-то, сами никем не избраны. То есть, понимаете, это ничуть не лучшее. То есть, здесь нужно иметь за собой силу государственных органов, государственный аппарат, политики, все определяется отношением сил. А оно не в пользу сторонников восстановления СССР. Это действительно так. Тем не менее, если будущее руководство России захочет реально поставить перед собой цель восстановления СССР, а верхушки российские никто этой цели никогда не ставил, не ставит. Это все, знаете, так, разговоры в пользу бедных. То инструмент для восстановления Советского Союза у этих групп политических сил будет. То есть, если восстановление о ликвидации СССР является юридически ничтожным, значит, они юридически продолжают действовать. Если за этим стоит реальная политическая воля, если за этим стоит реальная политическая сила, ну что ж, можно работать. Я не скажу, что это простая задача. Задача действительно очень непростая, потому что, в отличие от начала 20-х годов, прошло уже достаточно много лет самостоятельного, отдельного существования наших республик. И, в общем-то, действительно уже выросло поколение, которое этого, в общем-то, не помню. И, значит, это действительно непростая, но она есть. И ее, я абсолютно уверен, нужно решать. Ее нужно решать объективно. Нужно объединять нашу искусственно разорванную общую Родину. У нас за плечами сотни лет совместного существования в некоторых территориях тысячелетия уже практически. И я думаю, что вот эти связи, которые складывались веками, окончательно разорвать, во-первых, вообще нельзя, а во-вторых, их вполне реально восстановить. Задача эта будет решена. Я в этом не сомневаюсь. А сейчас я хотел бы поздравить всех людей, которые после всех их я хотел поздравить с днем рождения, с юбилеем, великим юбилеем Советского Союза. Страны, которая задала образец для очень-очень многих стран мира, и которая осталась в народной памяти как вершина, вершина достижения наших народов. Еще раз с праздником вас, дорогие товарищи!